Привет! Это Рибон! Вы меня очень часто просите посмотреть какой-нибудь другой контент по SCP помимо детектива Войда И также вы меня очень часто просили посмотреть ролики Звездного Капитана И сегодня так сложилось, что у него вышел новый видос и как раз таки этот видос про SCP Называется ролик Скромник против старика SCP-096 против SCP-106 А про Скромника я по-моему ролик какой-то смотрел, правда смотрел я его на стриме, поэтому вряд ли вы его сможете найти у меня на канале Про старика вроде вообще ничего не видел, так что сейчас будем узнавать вообще, что это, кто это и посмотрим на их противостояние Погнали смотреть! Привет, друзья! На связи Звездный Капитан В данном видео я расскажу вам о столкновении двух известных объектов фонда SCP Вы узнаете, как встретились Скромник со Стариком и что из этого получилось Так, интересно Фига себе Сразу пара необходимых уточнений Во-первых, в ролике про уничтожение Скромника я в кратком виде затрагивал тему столкновения двух обсуждаемых объектов Сейчас же вы услышите... Но я не смотрел этот ролик, если под этим видосом наберется 700 лайков, я посмотрю Полную версию той истории Во-вторых, указанной информации вы на сайте фонда не найдете Ее придумали два человека Один из них это англоязычный ютубер, специализирующийся на SCP Его канал называется SCP Illustrator Все его ролики сопровождаются рисунками его собственного производства Если вы смотрели этот канал, пожалуйста, напишите в комментариях Мне просто интересно узнать ваше мнение Интересно узнать ваше мнение, интересный этот канал или нет Я смотреть его, конечно же, вряд ли буду, потому что английский язык я, увы, не знаю Второй человек это известный в SCP-шных кругах доктор Цимериан У него не только есть канал, также посвященный обсуждаемой теме, но он еще и значится автором на сайте фонда Ему принадлежит приличное количество объектов и разных рассказов То есть люди в теме разбираются Все ссылки на них будут в описании Наша история начинается с отчета по возвращению SCP-096 Также именуемого как Скромник вместо его обычного содержания Объект был успешно обнаружен и доставлен в подготовленную для него камеру Правда, для этого потребовалось использовать специальную вагонетку Связано это было с тем, что Скромник был найден в позе эмбриона Пять которую на более пригодную для перемещения он отказывался В том же самом коридоре, в котором 096 был обнаружен Были зафиксированные следы присутствия SCP-106, также именуемого Стариком Пол и стены в разных местах подверглись частичному разложению Какой он стрёмный ужас Что говорил о присутствии только что названного объекта Что интересно, во время транспортировки Скромника Показатели на приборах, к которым он был подключен Фиксировали существенные всплески уровня стресса Он скакивал до предельных значений именно в те моменты Когда 096-го провозили мимо стены пола Которые подверглись разложению от контакта с телом старика Но как же так получилось, что Скромник и Старик столкнулись Что вообще произошло между ними Для этого нам нужно вернуться в самое начало Не похоже на старика Он похож просто на какого-то крипового мужика Но он не на старика уж точно А началось всё с того, как один из учёных фонда Полз по полу от медленно идущего за ним 106-го Мужчина был серьёзно ранен, испуган и не переставая плакал Старику это явно нравилось Он ухмылялся, наблюдая за уползающей едой Каждый раз, когда человек оборачивался с надеждой, думая, что существо исчезнет, словно дурной сон 106-й, ловя его испуганный взгляд, веселился и лыбился Капец, скрипота Причём так широко, что уголки его рта почти касались ушей Офигеть Добыча, по его мнению, была превосходной Превосходной? Чувак, который тебя боится, это превосходная добыча? Что-то такое себе Вон Крэйвин охотник, наоборот, выбирал себе, например, добычи посильнее А здесь превосходная добыча, тот тебя боится? Ну, такое себе Затем перед стариком и его жертвой открылась находившаяся поблизости дверь Из неё медленно шагая появилось долговязое бледное существо У него были неприлично длинные руки, которыми тварь закрывала своё лицо А ещё вновь прибывший негромко плакал Правда, этого было практически не слышно из-за завывания раненого человека на полу Так А это чё, мультик какой-то, что ли? Напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вот эти кадры И если тоже наберём достаточное количество лайков, возможно, гляну этот ролик Если он недолгий, конечно О, господи, он убил всё-таки этого человека, блин, это жалко, конечно Я думал, он выживет всё-таки Нифига себе пасть Капец, да он башку откусить может любому человеку, ужас Старик отчётливо слышал хруст костей, в то время как челюсть гостя расширялась вниз В итоге остановившись где-то посередине его грудной клетки Глаза существа превратились в две крошечные щёлки Слёзы ручьями текли по его щекам А пронзительные крики эхом отражались от стен коридора Ой, чё-то у меня мурашки по коже, я как будто слышу эти крики Почему? А чё у него за силы? Ужас Угу, понял, значит у него какое-то смертельное прикосновение, так Ужас Ну и мерзость Так 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 Капец А после сверху словно прессом его накрыло ещё одной стеной с острыми камнями Затем старик временно отпустил свою жертву Скромник был на коленях, он стонал, был весь изранен и в крови, но живой Чё-то мне его как-то даже жалко, блин, он криповый, но мне его жалко Смотря на всю свою прочность и выносливость, 096 был напуган и потерян 106-му это понравилось Он хотел ещё Я чё-то вспомнил сразу, когда он упал на эту пику, Mortal Kombat Старые части, которые ещё на Сиге были, там тоже когда проигрывали бой Кидали человека в колодец и он падал на такие же пики Как будто бы по мановению волшебной палочки лабиринт исчез А бледная жертва очутилась в новом аду Это было какое-то адское поле боя Бесконечные ряды колючей проволоки тянулись во все направления, уходя далеко за горизонт В отдалении бахала артиллерия, её снаряды падали везде и всю С воздуха по земле били самолёты Не переставая лил дождь и шёл град, из-за чего вода затапливала всё, что только можно Везде лежали тела солдат Кто-то из них даже был ещё живой Такие бедняги кричали от боли, ожидая избавительной смерти С небес били молнии, несмотря на дождь, всё было в огне У меня, блин, прям мурашки по коже от этого рассказа Скромник упал с большой высоты на землю Он попытался встать, но взрыв откинул его на несколько десятков метров в ближайшие окопы Погрузив жижу из грязи его собственной крови Придя в себя, 096-й встал и начал бродить по окопам При этом он непрерывно плакал, а дождь отмывал его кожу от крови Спустя несколько секунд его покой опять нарушил наш старик Он обмотал несчастную жертву колючей проволокой и сдавил её Старик, блин, лошара, чё, в прямом бою не можешь, что ли, поучаствовать? Надо обязательно вот так вот, да, как крыса? Так сильно, что она вошла глубоко в плоть 106-й с наслаждением смотрел, как с тела бледного существа ручьями стекала кровь Ужас Образуя под ним целое кровавое озеро Однако при всём при этом от 096-го не было слышно стонов боли Старик взмахнул рукой и, подчиняясь его воле, колючая проволока стала бить 096-го по спине Срывая куски его кожи и плоти Мерзость Слой за слоем, оголяя кости Дошло до того, что части скромника начали свисать вниз огромными лоскутами Капец, вот это мерзость Но жертва всё ещё не кричала от боли Старик выпустил 096-го Ему скучно, да, когда жертва не кричит? Старик, да, когда жертва не кричит? Так Бедняга упал на колени и опять принялся плакать 106-му этого было мало Поэтому за спиной скромника упала бомба и отшвырнула его в сторону Внезапно дождь прекратился А вокруг двух существ разом разорвались десятки артиллерийских снарядов Кожа 096-го пошла пузырями, а кровь закипела Но и этого было мало Капец Старик похоронил его глубоко под землёй А когда скромник кое-как выбрался, он отравил на него мёртвых солдат Они издевались и пытались... Вообще, бой в одни ворота, можно сказать Скромник даже ничего не делает Свою жертву без перерыва протыкая штыками Капец Ой, блин Я от этого звука чуть не пересрался, это было страшно Ой, господи Страдания не прекращались ни на минуту Ветераны 096-го заживали довольно быстро Через некоторое время солдаты связались скромника колючей проволокой И начали срезать кожу и плоть со всего... Ой, господи ...воего тела весело насвистывая какую-то песенку После этого старик поднял свою руку в небо В этот же миг показалась огромная птица, сделанная из перьев, костей и металла На животе существа открылся гигантский глаз, смотрящий вниз на поле боя Изо рта скромника забрызгали струи крови, которые полетели в сторону глаза Спустя несколько мгновений, кровь уже вовсю вытекала из всех ран, из глаз и других отверстий После чего взлетала в небо К моменту, когда птица закончила пролетать над телом скромника, оно было полностью высушено Старик... Это что, птица высушивает человека? ...близился к телу своей жертвы Та еле дышала, остела его кусками, а подала гниющая плоть, словно это была мокрая бумага Еще через несколько секунд, 106-й перешел сквозь тьму, оказавшись в одном из коридоров фонда За собой он тащил полуживое бледное тело Старик швырнул его на пол и оглядел пристальным взглядом Скромник уже начал отращивать новую плоть и заживлять раны Он скрючился в позе эмбриона и непрерывно плакал 106-й присел возле него, но 096-й боялся смотреть на своего нового друга Друга? С результатом, старик широко улыбнулся и ушел, временно оставив свою жертву в покое Надоело играться, что ли? Думаю, что это мерзость Это чё, скромник лежал просто как скелет и с него вообще все сняли, офигеть Жуткая фигня Это все На самом деле, сейчас скажу Пол и стены в разных местах Ролик классный Понимаю Ролик уже начал отращивать новую плоть Надо отращивать От... от... чего? Чего? Это было офигенно, блин, особенно в конце Чё могу сказать? Я вообще рассчитывал на какой-то эпик Типа, потому что вы меня часто просили посмотреть ролики и про скромника, и про старика И я думал, там какой-нибудь будет эпический просто махач будет плоть лететь во все стороны Здесь она летела во все стороны, только бой, можно сказать, был в одни ворота, это немножечко как-то неинтересненько Не, естественно, ролик офигенный, очень криповый, я бы хотел посмотреть первый источник, наберем под этим видосом много лайков, если я узнаю, что это за первый источник, может быть гляну А видос у Звездного Капитана получился прям очень и очень хороший Правда, немножечко именно сама битва меня разочаровала Ну, а если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки Оби... оби... да... что? Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии Ну, а с вами, как всегда, был Reborn, всем спасибо за просмотр, всем пока!